Детский сад И формирует его характер Сказки – это неотъемлемая часть детства Они понятны и просты В них всегда присутствует чудо Начиная слушать сказки Дети открывают дверь в волшебную страну Где звери умеют говорить А добро всегда побеждает зло Каждому возрасту нужны свои сказки Самое главное, чтобы ребенок понял О чем эта сказка И усвоил содержащийся в ней урок Деткам до трех лет подходят сказки простые и народные В них должно быть множество повторений Бил-бил, не разбил Тянут-подтянут Катится колобок, катится и тому подобное Читать нужно нараспев, медленно Подражая голосу животного Жестикулировать и корчить рожицы От имени героев сказки Это вашему ребенку очень понравится Читая и разговаривая с ребенком Таким образом мы заинтересуем его чтением И прибьем любовь к книге Для детей в возрасте от 4 до 5 лет Очень подходит определение почемучки Это возраст ненасытной любознательности А в сказках малыш учится постигать мир Читая детям сказки 4-5 лет Обращайте внимание на познавательные моменты Объясняйте все непонятное И, конечно, делайте выводы О том, чему учит сказка Детям старше 5 лет Можно читать почти любые сказки Главное, чтобы сюжет им нравился В этом возрасте они охотно Пересказывают интересные для них сюжеты Сочувствуют героям Активно реагируют на содержание Они с полной серьезностью верят Что магия существует Что волшебники живут среди нас В этом возрасте вместе с детьми Уже можно обсуждать поступки Сделать нравственные выводы Благодаря сказкам дети учатся Различать добро от зла Постигают жизнь Учатся бороться с трудностями Сказки замечательно устанавливают связь Между ребенком и его родителями Что может быть приятнее и милее для ребенка Чем провести вечер с мамой Которая читает ему книжку Старайтесь уделять детям Как можно больше внимания и времени Подарите детям Счастливое детство!